всем привет на канале при пресс извините за долгую задержку поздравляю вас прошедшими майскими праздниками мир трудной труд делает из обезьяна человеку поэтому мы сегодня будем делать викторизировать этот логотип который у нас раз ты это прислал наш подписчик один напоминаю что еще четыре логотипа можно от викториза викторизировать бесплатно поэтому пишите мне под видео и отправляйте я дам вам реквизиты или посмотрите на почте ладно короче что у нас самое сложное самое сложное у нас здесь определиться с нашим текстом что мы будем делать я вам предлагаю вырезать этот кусочек берем обычную волшебную палочку станем вставим толеранс точность 32 процента 32 процента выделяем это все дело вырезаем на новый слой удаляем делаем инверт имидж вверх и джазманс инверт control и имидж 3 убираем лишнее можем сделать чуть побольше разрешить разрешение в принципе в принципе я думаю пока достаточно сохраняем это как джейпег control и shift с сохраним заменить заходим в броузер есть такой прекрасный сайма и фонс ком вот за фонд и можем загрузить наш наш текст нажать continue для чего это для того чтобы мы могли узнать что это за фонд angry что за шрифт большая м это у нас р это у нас у нас это а ф большая и с нажимаем continue чем лучше у вас изображение тем правильнее она найдет смотрим ну мне предлагает всякие разные ну я вам скажу честно я перед тем как записывать видео посмотрел проделал эту же операцию самая близкая похоже это у нас пикас fx basic библи то есть при поиске в интернете этого файла я нажал в угле пикасов и basic baby скачать я честно говоря нашел этот фонд но вот этот адрес бламбот это тот который рисует эти шрифты и у него есть как раз именно тот шрифт фистон за флэш то есть еще в поиске необходимого шрифта который более-менее мне похож это пикасов x basic я нашел нужный мне шрифт да это какая-то случайность удача я его загрузил и устанавливаем мы его очень просто берем установить учтите он только английски давайте и этот установим все пополовину сдачи мы выполнили теперь переходим в иллюстратор включат помещаем наш логотип и будем его викторизировать кто умеет работать с иллюстратором проблем я думаю не будет напишем наши angry mouse выбираем наш шрифт бламбот фист как то тогда плюс-минус это уже думаю не так уж и важно я думаю прокатит на самом деле видно не должно быть а ну тут есть немножко этого так чтобы добавить воздуха чуть-чуть поднять выше это ниже пусть будет так даже можно а пониже на м наверное тут же меньше над так хорош я думаю более чем достаточно можем еще поиграться сравнивая с оригиналом вообще надо его раньше делать но дело такое это ниже это это слишком высоко и крик тоже как-то прилип не выделим не выделим две так такое впечатление что пробел вообще нету ну пусть будет так все с шрифтом мы разобрались пока его уберем так для того чтобы лайфхак нарисовать идеальную окружность ну и что не клеится ничего праздники дают о себе знать все прыгает перекручивается этот иллюстратор выбираем кружок и начинаем рисовать от серединки с шифтом принять серединки от угла шифтом получается у нас идеальный круг пока я не буду его зарисовывать вот он прыгнул чуть-чуть во теперь правильно будет примерно так вроде красиво второй круг так же саморисую направляющие и от угла шифтом готово так это есть давайте нарисуем автомат вот выбираем перо ну для работы с пером надо немножко наловчиться смотрите иногда вот видите оно продолжает эти как его ну не прямая линия продолжение искривленное для того чтобы избавиться от этой точки да то есть если я сейчас поставлю оно будет искривленное искривленное я нажимаю на этот point и тогда оно становится нормальным то есть мы можем рисовать как заново ну здесь я не буду это делать нажимаем alt и мы рисуем можем можем редактировать исключительно только в пределах этой линии то есть оно не симметричное только одну так автоматно рисовали рисуем шляпу то же самое пером иногда направляющие при рисовании можно отключить мы вставим точку и тянем тогда у нас получаются плавные линии ну и вот эту плавную линию мы еще доработаем потом чуть попозже можно подвигать иногда как делается но вообще-то надо просто поэкспериментировать и через время у вас все будет прекрасно получаться это исключительно дело опыта клавиатурное сокращение а мы переходим в режим быстрого этого как его частичного деления нашего объекта так шляпа есть низ шляпы верни вверх шляпы тоже сейчас нарисуем вообще-то не так уж сложная задача вот эти нажали так сделаем так есть беленькая на шляпе наша мафиози нажал тянул нажал тянул тянул нажал вот вся векторизация по заданному маршруту выровняли привели к угловому точку не знаю не знаю как это правильно назвать шип из можем искривли наши точки чтобы было плавнее вообще работа с кривыми самая одна из самых сложных на блюстраторе ты вообще где бы вы не работали работа с кривыми без е говорится с тупой математика это проблема частенько бывает большинство но если приловчиться все будет хорошо брови нарисую бровями у нас попроще с глазами можно конечно попробовать эллипсами или бы кружочками давайте попробуем пойдет но глаза наверно одинаковые должно быть правда поэтому продублируем их с альтом кружочки теперь можно с альтом есть клюна нарисуем нам нажали тянем шифтом будет ровной линии так это есть так это у нас хвостик какой-то давайте вот тоже нарисуем здесь очень показательный пример как отцеплять наши кривые нажимаем на точку и она становится как прямая линия заготовностью до следующей изгибов есть но я пожалуй все таки сделаю эллипсом нарисую хотел просто кривыми наверное лучше эллипсом так лучше отсюда начинать эллипсом я так смотрю надо будет его поворачивать вот так смотрю надо будет его поворачивать а Нарисовали эллипс, выбираем частичное выделение А и немножко подправляем наши формы. Ну, я стараюсь посерединке брать, ну, вроде все. Так, что мы забыли? Мы забыли еще эти кружочки и этот пузо его. Ага, чуть-чуть оно кривовато. Как мы можем исправить? Можем исправить вот так вот. За наши опорные точки. Как-то так. Иногда достаточно одной, иногда недостаточно одной точки для изогнутой кривой. Так, есть. Есть. И вот эти вот дряни. Раз. Раз. И два. Иногда три, да? Чуть меньше ее сделаем. Как-то так. Так. Ничего не забыли? Вроде ничего забыли. Дальше. Теперь я вам рекомендую открепить этот логотип. Дальше. Передвинуть сюда. И разрисовать то, что у нас есть. То, что мы с вами оттекторизировали. Так. Большой крох. Убираем пипетку. Самый. Самый, наверное, простой способ. Ага. Тут у нас обводка черная. Да. Наверное, мы обводку подгоним сначала, а потом берем. И тут так я не вижу. Это мы можем вовнутрь. Ну, порядок. Потом морда лица у нас тоже. Такая. Это нам не надо. Где у нас еще используется обводка? Это на буквах. Это мы потом исправим. На клюве и на глазах. На глазах. Примерно такой же, как и на клюве. Хорошо. Замечательно. Убираем наш логотип. Подальше. Ага. Все чудесно. Так. Темный цвет. у нас будет. Если долго искать. Windows Color. Вот наш Color. перемещу сюда чтобы можно было потом разбираться красный желтый это мы тоже цветом сделаем нужно было серым наложением я не хочу это делать желтый все вроде а еще вот этот цвет непонятно какой типа бежевый не все одинаковые ладно поехали дальше этот у нас темно фиолетовый и на задний пол поближе так это у нас черный этот у нас такой это у нас белый это мы инвертируем это у нас желтый желтый это у нас пузо непонятно какое это у нас такое это у нас красный обратите внимание что оно на заднем фоне так это у нас белая это черная шляпа это тоже черная лучше инвертировать они с обводкой да оно у нас поверх глаз назад так так клюв тоже выше пузо автомат выше здесь я не инвертировал поэтому делаю вводку прозрачный порядок глаза наверное кинжи контр-скобочка влево квадратная о замечательно мама хост еще за иногда иногда вот такие вещи как хвост это туловище нас не устраивает по той простой причине что он выходит за рамки как это лучше исправить можно подогнать до убрать еще кривыми подогнали под наш размер можно еще точку добавить чтобы аккуратнее нужно положить под маску на это уже я не буду показывать так вроде есть убираем наши направляющие что мы не нарисовали что нарисовали вроде все красиво не знаю как вам не нравится а тут все равно мы так сделаем это будет красиво что мы делаем теперь нам надо нашу надпись нарисовать написать так как мы хотим на передний план на учитель клавиатурное сокращение вам помогут так переходим в режим appearance add new строк у нас будет черный строк под переносим под characters если хотите можете проверять на оригинале добавляем толщину добавляем толщину толщина где-то где-то такая да значительно на одну больше все хорош дальше опять добавляем add new строк вот оно и под нее добавляем то есть выбираем цвет тот что мы смиряли какой-то типа зеленый и увеличиваем нашу наши размеры нет какие-то не те какой-то не такой желтый ну в общем настраиваем ну в общем настраиваем ну давайте попробуем этот так ну пусть лучше этот отбой да пусть лучше этот отбой да ну все наш логотип вот векторизирован теперь он векторный красивый и замечательный всем спасибо за то что посмотрели это долгое видео если есть вопросы есть еще раз повторюсь что у меня акция показываю видео вернее записываю видео как викторизирую и еще осталось 4 4 логотипа для викторизации хотите присылайте на мою почту почта почта у меня в описании в комментариях в описании под видео пишите комментарии комментарии подписывайтесь на канал спасибо что вы с нами постараюсь еще какое-нибудь видео записать в скором времени если есть идеи пишите буду рад вам помочь всем пока всем пока